Володя открывает кошек выпускать надо. О, первая, вторая, третья. О, хвостатое воинство. О, только хвосты торчат. Сегодня в Благовещении. Рыба у них тут. Ой, ой. Другу друга тут берут. Что они тут найдут? Пошла. Ну, что тут сказать. На столе-то у нас сокровища. Рыба. Благовещение сегодня. Благая весит для желудка. Не просто так. Мне вот интересно, как они понимают это. Ощущают. Все. Все меняется. Приходится затаскивать тазик. Я вот сказал там. Показываю тазик воды. И непонятно, какая связь имеет с дальним путешествием. Ну, дальнее путешествие понятно. Там не подчинялся шофер. А здесь получается так. Я решил это заснять, что воду мы заносим на ночь, чтобы она не замерзла. Стоит она у нас тут на печке, на голландке, на нашей. Вот. Надежда Васильевна рвется все побелить ее на страстной неделе. Только разрешили это сделать. И Никита заносит. Я его в сенках еще услышал, что идет. Я говорю, знаешь, заснять это надо. Вернись назад и занеси. А он поставил и не пошел. Я тогда оделся. Сам тазик вынес этот и занес. И тогда у меня получилось, что слово я сказал, не выполняется. Я должен немедленно его начать выполнять. Это же было дорогой. И дальше продолжается. А как протазик вот туда-сюда не пошел, Никита-то, это я не сказал. Ну, и вопрос, естественно, возникает. А как увязать? Вот так увязано. Что я сказал, вернусь, а он не послушался. Тогда я иду сам выполнять. Сразу же, ни слова не говоря. Разделся и пошел и принес. Вот так. А что ты варишь-то сегодня? Ну, рыбный суп. Рыбий суп. Ну, вот так. Надежда Васильевна побежала скорее. У нее там гликерия. Пришла, тут нам толкнула луковки в баночку. Вот они уже раскидают-то. Но я не очень верю, что это намного лучше будет, чем сама луковка. Вот так. Откуда у нас лук-то такой появился? Купил я его. А, купил. Ты деньги-то и говори, сколько надо, чтобы делить нам пополам. Смотри, тут сухари у нас. Сухари нам неонила из нашей муки пополам делает. Что? Вот. Вот. Вот тут. Работает. Это Володя. Тут Никита. Тут поставил пока себе. Ну, еще. Все. Пошла? Да? Ну-ка. Сейчас сюда она. Вот она как. Ждет что-то дадут. Да, буска моя, буска. Ах, буска, буска. Да это дикая какая. Ну, все на сегодня. Сейчас вот это Володина у нас. Лежбище. Весь убирает. Кошки туда залазят. Вот Никита не прибрался еще. Ну, а тут моя почину, как положено. Самая холодная. В то же время по-другому никак нельзя. О-о-о, Никита идет. Это что, Надежда Васильевна? Рыба? Рыба. Рыба. Вот так мы живем. Подписанная. Я смотрел в интернете, как приготовляют. Даже подписанная, Игнать Ильич. Игнатьев. Там, о-о-о, тут как пироги какие. А это что? Это Никите Володе. А как так? Вам двоим? Ну, там побольше, маленько что-то наложило. И как готовить рыбу? Китайка заталкивает палочки две. И не разрезая рыбу, внутренности жабрами вытаскивает. Показано. Другие, как карася. Какие формы приготовления рыбы. Но я нашел, наша форма самая лучшая. В фольгу завернутая и в духовке. Все здесь. Ну, а там они наталкивают, наталкивают в рыбу. И рыбы-то не пахнет. Рыба должна вот так быть. Ничего нету. Но я умею готовить еще лучше. Вот рыба как есть, не трогая ничего. Так ее прямо вместе. Прямо клаклась и варить. И там или поджарит. Но не на масле. Растительное масло не подвергается термической обработке. А везде делает. Это дорога рак желудка и пищевода. Вот я скажу, что такое. Это очень опасно. И прямо класть рыбу какая есть. Они ее вытирают салфеткой. И жилета еще получают. У них ничего нету. Все стирают. А это очень ценное и вкусное. Вот как рыбу поймал ее прямо из сети. Ничего не делая. Ни чистить ничего не надо. И прямо в воду ее в кипяток приготовил. И теперь ешь. Теперь там что нужно и сварилось внутри. Вот так надо готовить. Все как есть. Естественно. Но мне не верят они. Когда вот уезжают ребята. Я готовлю. И что там в баночке стоят. Там что. Горох. Лапша. Рожки. Гречка. Там что еще есть. Манка. Я все всыпаю вместе. Ну почему то у меня есть кастрюли. Потом покрышку поднимает. Выпирает. Не могу никак научиться с водой делать. А так то так и есть. Это с нитки. Как Серафим Саровский готовил. Все. Пока. Пока. Пока.